здравия соратники и сегодня предлагаю поговорить о так называемой гражданской войне в сша посмотрите на разрушение я подобрал подборку фотографий которые на мой взгляд продемонстрируют некоторые загадки этой войны этих войн что мы видим довольно таки индустриальное общество очень много зданий классных зданий высотных современных гранита и вот такие пушки из которых выстрелили порохом и вот что с ними стало мы видим огромную протяженность разных же д.п. путей мы видим вот такие разрушенные здания и все это одновременно это фотки одного времени видим вот таких людей оборванцев и вот такие разрушения зданий вот чем можно было разрушить это здание вот так какими осколками посечь мы видим передвижение войск на жиды вагонах вот такие здания построенные в это же время ковбои строили такие здания одной рукой воюя с индейцами друг с другом и мы видим огромное количество пушек так впечатлить что не знали что с ними делать их полно разных постановочные фото явно постановочные вот эти трамваи уже ездили вот эти здания уже там были уже засыпанные после потопа первые этажи но в то же время с целыми здания существует развалины буквально рядом вот это здание тоже было построено в это время во время войны но мы видим огромное разрушение инфраструктуры вот мельницы так называемо этот мост самый старый сша был построен в это время и вот эти разрушения как не вяжется с одной стороны строительство с другой стороны разрушения вот такие здания одно целое другое просто снесено вот этот мост еще мог быть построен в это время да но вот построить такое здание так его разрушить снести вот эту трубу нужно было сначала отлить как-то сделать а потом вот так разрушить посвечу что могло вот так разрушить этот паровоз или вот так ровным слоем разрушить кирпичи разнести их на огромную площадь что мы видим здесь огромная большая колонна фонарь беспроводного электричества и мы видим кирпичную стену с отделкой из камня здесь мы видим три стены отсутствует у пятиэтажки от нас 11 а вот так кто-то повалил просто шел плечиком задел упал домик что-то странно терзают мне смутные сомнения что могло посечь осколками эту трубу вот так это не единственная такая труба часть зданий целая часть сверху снесена вот зачем они откапывали черепа вот вопрос что могло вот так срезать полукругом стены выборочно вот такие здания тогда уже стояли встроены официально построена в это время вот так это здание выглядело раньше разные фотки и вот чистое поле огромные каменные строительные но они разрушены по кирпичику и разнесены на огромное расстояние каким оружием это могло быть сделано очень много паровозов очень много технологий которых мы не знаем потому что закачивать явно не теплый воздух и вот это здание в честь победы построена в то же время очень подозрительно колоннаду строить честь победы развалины реставра только это 845 они 945 вот эти люди которые собрались на войну возле этого здания могли вот так разрушить целые кварталы очень странно просто подозрительно и вот так огромные территории а вот так использовали пушки почему я говорю они как будто не знали как использовать здание в римском стиле и вот это явно но не туалет в чистом поле стоит и огромное количество пушек с ядрами высокотехнологичные изделия которые явно не могли вот так разрушить вот это огромное здание это штаб конфедератов и он уже засыпал первый этаж отсутствует и явно пушки не могли вот так разрушить здание сверху с крыш и огромное количество ядер для чего с тех с теми технологиями вот такие здания разрушить вот этими ядрами даже огромным количеством мне кажется невозможно вот до такого застояния такие красивые здания колонны стоят а в то же время стены размолота посмотрите на костеле нету крестов а фотки отличные даже в движении видны лошади чтобы построить вот такое строить корабль такие строения нужна инфраструктура и промышленность чтобы такое количество ядер и пушек сделать нужно развитая промышленность но мы видим запустение запустение никаких дорог возле церкви казалось бы и огромное количество ядер и разрушение которые ядрами не сделать мне так кажется соратники пишите в комментариях что вы думаете показывают окопы но это постановочное фото а вот реальное фото когда попытались выстрелить порохом и разорвало потому что пушки не для пороха вот такие здания никого и строили огромные запасы ядер и пушек и вот такие постановочные фото даже свет иначе падает павильоне снимали и вот такие корабли построить сложно при том уровне официально уровне на нам известном уровне промышленности и вот так сломать пушки сложно это какая-то странная война и в это же время пожары огромное количество пожаров как общение что люди воевали друг с другом с пожарами опять друг с другом и мы видим везде деревья молодые зеленые деревца и после пожаров и во время войны они выдержали они выстояли странные пожары которые не задевают деревья которые оставляют целыми пушки стал бы целые стены почему-то разрушены как будто разрушены изнутри фасад стоит а дальше все разрушены и перемолото буквально и деревья целенькие на этом фоне это пожар при огромном количестве влаги в то же время римские богини везде римские купола греко-римский стиль и шпили для атмосферного электричества и закопанные разрушенные локомотивы паровозики контраст разрушенные здания и целое здание рядом выборочно как-то разрушены вот такими пушками мне кажется не сделать такие разрушения вот это фото пожара чикаго неважно а вот это фото в москве пожар москве странный пожар кругами и ходит вот что за пожар мог так уничтожить стены гранитные стены смотрите сейчас я буду показывать фото после пожара панорамные фото и обычными фото и вы сами можете подумать что это могло быть потому что у меня разрыт шаблон что за пожар мог вот так до основания снести здание слева до справа после какой огонь мог вот так обкладать колонны вот так разрушить строение частично полукругом вот так снести до основания до фундамента стены перемолоть и разбросать кирпичи одна стена стоит а три остальные как срезаны странные пожары и странная война что прикрывали нашими бунтами нашими пожарами войной за независимость сша великим пожаром в лондоне великим пожаром в бостоне в чикаго во флориде везде сейчас такие же странные пожары во флориде и в калифорнии вот здание дом посмотрите показываю специально подобрал здание после что за пожар такой странный который гранитные блоки вот это здание мог снести до основания три-четыре этажа и оставить только первый этаж гранитные блоки странный пожар вот здание до еще британские флаги и здание после тоже самое это одна стена три остальных срезаны и тут как срезанные стены кто мог их срезать а вот просто чтобы посмотрели для контраста тут тоже гражданская война можно сказать но хирошиме япония атомная бомблировка также кирпичи на огромной площади перемолвуты погнутые конструкции и деревья стоят целые деревья до памятники по сшибалов волной но столбы деревянные столбы стоят они не успели сгореть они гибкие они погнулись немножко наклонились от ударной волны стены не такие гибкие они приняли удар на себя и были разрушены причем первые сдемпфировали поэтому две-три стены разрушены одна стена стоит кирпичи раскиданы тоже по огромной площади совсем как в гражданской войне с сша странно чем все-таки воевали за независимость противники работорговли и чем они так смогли разнести всю страну буквально конечно так общины что фронт двигался вверх вниз несколько раз посмотрите для контраста япония и сша гражданская война и пожары один в один деревья разрушенные конструкции мосты от японии то же самое один в один терзает меня смутные сомнения не только казань с астраханьо но и нас и японию за дело одно и то же или может быть у меня паранойя соратники что вы думаете пишите в комментариях не очень важно ваше мнение все-таки что вы думаете спасибо до новых встреч